В последнее время, как никогда прежде, особенно в сети интернет, совершенно естественным стало сквернословие. Поражает прежде всего нецензурный лексикон женщин и особенно девушек. В сегодняшней нашей встрече мы поразмышляем о сквернословии. Ведь грехи языка одни из самых труднопреодолимых. И потому так часто появляется соблазн посчитать их незначительными, как-то оправдать, не заметить. К сквернословию, особенно в последнее время, так привыкли, что многие его действительно не замечают и удивляются, что слова эти все еще являются нецензурными. Да, действительно наш язык неиссякаемо богат. Вряд ли стоит сравнивать его с другими языками. У каждого языка есть свои неповторимые достоинства. И дело здесь не в сравнениях. Возможности нашего языка, разнообразие красок, оттенков, словесных и звуковых нюансов представляются каждому из нас безграничными. И мы должны знать, что у истоков и нашей мовы, и русского языка, и украинского, и других славянских языков стоит церковнославянский язык, питающий его как неиссякаемый источник. Любовь к своему языку предполагает владение им, умение обращаться с ним как с другом, помощником, а может быть и спасительной поддержкой и надеждой. Но душевная опустошенность, духовная бессмысленность существования и отсутствие человеческой воспитанности очень часто приводит к словесной уродливости. Если человеку не хватает знаний, мыслей, или есть мысли, пусть не своя, но а заданная, а может быть и навязанная, но не хватает слов для выражения этой мысли, от ощущения беспомощности, человек прибегает к словам-балластам, заполняющим пустоты интеллекта. Эти слова не несут смысловой нагрузки, но для говорящего кажутся тем спасительным кругом, который удержит его на плаву. В прежние, или как мы говорим теперь, советские времена, в начале их, это были слова, значит, товарищ, в общем, да здравствует, долой. Особую миссию спасительного бревна несло слово «партия». Любой выступающий заканчивал свое, может быть, самое бессмысленное или даже глупое выступление, зная, что слово «партия» в конце его болтовни неизменно вызовет аплодисменты, а значит, успех выступления обеспечен. Но это вовсе не означает, что в прежние времена не было талантливых ораторов и во всем была бессмысленность. Вовсе нет. Такие слова и выражения «паразиты» живут на языке у каждого. У каждого, кто не может похвалиться достаточным словарным запасом. Но не будем гоняться за всеми паразитами, не угонимся. Можно упомянуть еще не выветрившиеся со времен партийной власти присказки осторожности. Есть такое мнение. Мы посоветовались с товарищами. Сейчас говорят, мы посоветовались. Сейчас в нынешнем языке слов паразитов не меньше. Короче, как бы, да. Порой применение в языке таких слов паразитов выглядит совсем комично. «Познакомьтесь, это как бы моя жена». Или так? «Вот мы взяли билеты и пошли, да? Взяли билеты и уже пошли. Мы пошли, да? А тут он, он подходит, да? Короче, подходит и как бы говорит. Правда вызывает улыбку. У тех, у кого чешется язык, но есть ощущение опасности при произнесении ругательств, рождаются производные от ругательств. И сегодня это слово «блин». А он, блин, все-таки пошел. Я говорю, куда ты, блин? А он, блин, идет. Язык чешется, вырубается, но уже не модно выражаться. Во множестве возникают производные от неприличных слов. И что получается? Само бесстыдство не прозвучит, но что-то похожее с языка все-таки срывается. Как-то популярная эстрадная звезда сказала о своем выступлении. Успех был офигенный. Мир, любовь, добро, восхищение природой, чудом жизни имеют нескончаемые выразительные языковые средства. Богат язык и выражениями враждебности, грубости, осуждения, обвинения, подавления, обиды, оскорбления. Богат он и резкими выражениями крайней досады и гнева, ругательствами. В нашем языке ругательства настолько резкие, переходящие все приличия, что в другом языке аналогии найти трудно. И вот хитрые иностранцы, желающие научиться говорить по-нашему, особенно люди торговли или бизнеса, заучивали сначала ругательства. Применяя их потом к месту и не к месту, они достигали целей. Внимание снисходительного понимания. Самым им кажется, что они овладели языком. Но у наших ругательств, которые все знают, хотя бы потому, что слышат, есть особенность. Особенность, делающая их не только непроизносимыми вслух, но даже отгоняемыми в мыслях. В языке иных народов и культур резкие выражения, ругательства построены главным образом на дьявольской теме. Сатана, бес, бесы и вся языческая нечистая сила. Вот адреса, куда разгневанный собеседник может словесно отправить своего недруга. В этом бесовском напутствии существуют бесчисленные варианты. Мертвецы, скелеты, гробы, кровь, смерть, варианты убийств. Все в больших количествах и в зависимости от степени гнева произносящего. В непредсказуемых оборотах авторы книг, где герой вынужден сквернословить, пользуются такими выражениями. Это в книгах и Шекспира, и Стивенса, и Марка Твена, и Джека Лондона, где герой вынужден сквернословить, пользуются такими выражениями. При поправках на характер персонажей, произносящих такое, кажется, что это особенность языка героя, и не считаешь это задевающей тебя резкостью. Но вот наша брань особая. Я не буду вдаваться в происхождение такого рода брани. Знатоки и исследователи называют другие народы и языки, привнесшие эти виды оскорблений. Но все эти наши ругательства связаны с равными органами и частями человеческого тела. Все отборные ругательства нашего языка происходят от названия половых органов, блудных деяний, испражнений, нечистот. Поэтому они так резки и непристойны. А самое омерзительное, когда в этот набор срамных нечистот вплетается имя твоей матери. К сожалению, ругательства знают все. Не надо думать, что какие-то слова должны быть скрыты и даже неизвестны. Нет. Они могут быть известны так же, как и все другие слова. Но не нужно думать, что если найти для них смягченную форму, их можно употреблять в обиходе. Нет. Их мерзостная сила должна быть известна и должна даже подчеркиваться. Но произношение их может расцениваться только как такое же постыдное дело, если бы человек открыл свои срамные части и демонстрировал бы их бесстыдство, как скот. Произносить это все равно, что прилюдно спускать штаны или задирать подол. Поэтому для любого человека, считающего себя хоть на йоту приличным, произнесение этих выражений означает его собственное погружение в яму нечистот. даже приближение к этой теме, когда, построив фразу, многозначительно обрывают ее «иди ты», уже без стыдства. Непристойные добавки к словам в нашей речи слышны на улице, в транспорте, в магазинах и особенно на стройках, где нет гостарбайтеров. Турки, татары, таджики, узбеки, как правило, не сквернословят по-нашему. Ведь самые обычные, красивые славянские слова имеют матернее приложение. Чаще это окончание фразы, возгласа, понукания, но бывают вставки и в середине фразы. Почему я дерзнул коснуться этой темы? Дело в том, что сквернословие метастазируют в литературу, драматургию, кино, телевидение, театр, даже в оперу. Пришло такое время, скажут некоторые. Сейчас так сложилось, что вокруг многие пьют, нюхают, колются или вдыхают и сквернословят. Вы знаете, в истории нас поражали эпидемии холеры, чумы, спида. Совсем недавно расползался, да и продолжает расползаться ковид, а в нынешнее время еще одна напасть, обезьян, не чума. Каждый год, а то и чаще приходит обновленный грипп. Но надо признать, что эпидемия сквернословия свободно разгуливает по нашей земле. Скатиться до спида и наркотиков очень легко. Надо просто продолжать жить жизнью, освобожденного от страха греховности, неограниченного ни в чем, безродного, безответственного и потому безбожного гражданина мира. Человек еще старается бороться с болезнями телесными, но часто он бессилен против заразы духовной, потому что невежествен и не просвещен духовно. Чистоты души надо беречь от рождения до смерти пуще зеницы ока. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова